Трудно поверить, но в 21 веке в республике Молдова все еще есть населенные пункты, не подключенные к водопроводу и дома, где единственным источником газа является баллон. Такая ситуация знакома и жителям села Кувур Лулевского района, которым нелегко живется без этих элементарных удобств. Люди ежедневно совершают изнурительные походы к ближайшему колодцу, чтобы набрать воды для приготовления пищи и мытья. А на одной из улочек нет и газопровода, поэтому люди пользуются баллонами, как в старые времена, хотя и понимают, насколько это опасно. Феличия-пожар проходит через это испытание по нескольку раз в день. Она берет в одну руку свой костыль, без которого не может передвигаться, в другую ведро и медленно идет к колодцу. Каждый выход за водой становится для нее настоящей пыткой. Я не могу ходить без костыля. Не могу, потому что тогда я спотыкаюсь и падаю. А так проще, с палкой. И одной рукой я работаю. Женщина говорит, что ей все еще помогает ее сестра. Если бы у нее не было этой помощи, она бы точно не справилась. Сестра приходит и иногда приносит мне воду. Когда был ее мальчик, тоже приносил. Приносит прямо в дом, ищет меня. В доме Феличии-пожар нет и газа. Она готовит еду на плите, в которую газ поступает из баллона. А чтобы согреться, разводит огонь в печи. Самое тяжелое бремя выпадает на зиму, говорит женщина. Вот, тащу сама, кладу дрова и развожу здесь огонь. Не холодно, просто дверь плохая. Заколачиваем ее разным, чтобы не было холодно. А вот Мария Жапалео рассказала нам, что в свои 75 лет ходить в колодцу ей слишком далеко и тяжело. И если некому помочь, она остается без воды в своем доме. Очень трудно. Очень. Но у меня есть внук. Он приходит и приносит. Есть мальчик, который приходит и приносит. У меня 100-литровая емкость. Он наполняет ее ведрами, и тогда мне хватает. Если я экономлю, то мне хватает на пару дней, потому что и птицам нужна вода. Особенно летом им нужно много воды. Вот так. Женщине также повезло, что ее дочь живет в том же районе. Она обращается к ней, когда в доме заканчивается вода. Я не могу доставать из колодца. Ведро очень тяжелое, и мне больно. Я его роняю. Иногда у меня нет воды, и я звоню Светлане. Света, у меня совсем нет воды. Мама, я только что пришла. Сейчас хотя бы налью воды в кувшин, и потом приду и принесу. И вот потом она идет и приносит. Люди справляются как могут. Одни носят воду в ведрах десятки метров, другие ждут, пока кто-нибудь принесет. Но такова реальность, говорит Мария Жепалеу. Я уже как будто и привыкла так. Не хочу никого расстраивать, никого огорчать, никому мешать. Так и живу. Чтобы принести воду, как я и сказала, это только с холма. Но очень бы хотелось и здесь иметь воду. Газ уже покупаем баллонами, об этом уже ничего не говорю. Но вот воды здесь очень бы хотелось. И этим людям хотелось бы более легкой жизни, иметь все удобства. Однако они не уверены, доживут ли до этого. Поскольку до сих пор они получали только обещания от властей, сказала нам другая жительница села Ковурлуй. Приносим воду из колодца, моемся, стираемся ею. Что делать? Довольно сложно, но что делать? Идем дальше. В село никогда не проводили воду. Но они обещали? Говорили. Кто говорил? Примар сказал, что собирается пустить воду. Они только обещают, но на улочке, где живет Мария Унгуряну, дома не подключены и к газоснабжению. Женщина рассказала нам, что хотя часть села пользуется такой возможностью, однако до сих пор проект годификации до нее еще не дошел. Поэтому они вынуждены пользоваться газовыми баллонами, которые приходится заправлять каждый месяц. Вот один баллон на один месяц. 480 леев. Если заполнить его. А если заправить всего 20 литров, зависит от того, сколько есть денег. Один к плите, другой здесь. Этот пустой. Это дорого выходит? Конечно, дорого. С пенсии в 2700 леев. А еще есть домашняя птица дома. Нужно что-то для нее покупать. Примар населенного пункта Ион Нигин утверждает, что село будет подключено к водопроводу в ближайшем будущем. Мы не подключены к водопроводу через проект «Европейское село». Сейчас мы выиграли проект и, думаю, тендер будет проведен в ближайшее время. Не подключены, потому что у нас был проект на 12 миллионов по оползню в центре села с Министерством окружающей среды. И этот проект занял около трех лет. Что касается газа, Ион Нигин сообщил, что около 10 домохозяйств еще действительно не подключены, потому что у них не было возможности сделать это во время реализации проекта. Согласно официальным данным, из 1614 населенных пунктов страны только 822 подключены к водопроводу и 968 – к газу. Продолжение следует...